здравствуйте дорогие друзья я татьяна грибачева и продолжаю вас знакомить с техникой квилинга из корейского гофрокартона и сегодня с вами мы сделаем вот такую небольшую игрушку зайчика в корзинке для работы нам понадобится естественно полоски корейского гофрокартона полоса широкая гофрокартона декоративная бумага для изготовления ушей два глаза нос кисточка клей pva ножницы и клеевой пистолет и так приступим так начнем нашу работу с изготовления корзинки для этого нам понадобится 5 полос цвета охра ну как вы помните мы для этого должны склеить их в длину вот клей наносим на два ребрышка пять полос мы склеили теперь крутим овал для этого загибаем отсчитываем 5 ребер загибаем вот так чуть-чуть подтягиваем последние обороты клеиваем сейчас мы сразу придадим ей формой промажем изнутри пва чтобы она у нас высохла промазываем кисточкой все оставили сохнуть теперь сделаем саму мордочку для головы возьмем 4 полосы склеим вместе и скрутим диск чтобы скрутить диска загибаем одно ребро и скручиваем все скрутили диск подклеиваем конец все таких деталей у нас должно быть две мы скрутили две детали для головы теперь нужно сделать щеки для этого возьмем целую полоску разрежем ее вдоль пополам теперь из целой полосы скрутим диск здесь из пол полосы нужно крутить плотно подклеиваем делаем таких две детали мы придадим форму изнутри проклеим пва вот так вот сделали такую капельку немного выдавим вот так из внутреннюю часть проклеиваем вставляем сохнуть нужно сделать теперь ноги из одной целой полосы скрутим овал загибаем четыре ребра и так мы скрутили одну лапу вот что у нас получилось так выдвинули ее и внутреннюю часть промажем вставляем сохнуть так делаем вторую такую деталь и теперь мы можем уже приступить к голове придать ей форму выдвинуть и проклеить клеевым пистолетом вот так и теперь берем клеевый пистолет и проклеиваем вот такими лучиками вот так и теперь нужно сделать уши для этого нам понадобится полоса широкого гофрокартона мы по лекалу вот я начертила ухо вырезаем две детали так вот и теперь вырежем серединку из вот такой красивой бумаги внутреннюю вставку мы должны наклеить на ухо и приклеим вот этот вот вот одну ухо у нас готово соответственно нужно его немножечко загнуть нам поперечные ребра позволяют это сделать придать им форму вот у нас должно быть два таких уха вот мы подготовили два таких уха и теперь приступаем к сборке берем заднюю часть и сначала приклеиваем уши вот таким образом вот здесь немного клея вот одно вот второе и теперь мы можем закрыть вот так вот вот лицевая часть по контуру наносим немного клея вот так вот то что у нас здесь небольшая дырочка не страшно мы сейчас с полоской гуфрокартона это все все эти дефекты спрячем теперь сначала обклеиваем вот так вот так вот от уха до ухо потом серединку голову нашу готовы голову нашу готовы теперь клеем у нас высохли уже щеки щеки можно приклеить на пв приклеили щеки теперь приклеили нос получился такой зайка корзинка наша высохла нужно приклеить к ней ручку для этого нам понадобится целая полоска цвета охры мы ее разрежем пополам и промажем клеем пва не до конца не заклеивая края сразу придаем форму края вот так заклеивать не будем снова из другого края что у нас получилось потом берем корзинку мы сначала вклеим зайца потом вот ручку что нам теперь нужно еще на ручку вот такой вот банк приклеить для этого произвольно отрезали полоску и так ее сложили такие петельки остались у нас отклеили на пва так к серединку заклеим таким образом мы сейчас приклеим хвостики подклеим их с обратной стороны получился вот такой бант таким образом посадить его на подклеим лапу то что у нас получилось и теперь вот так вклеим это в корзинку но здесь нам нужно клей нанести именно в том месте четко где у нас голова и ноги соприкасаются с корзинкой в принципе чтобы было аккуратно лучше это сделать на пва просто дать высохнуть но для быстроты можно прикрепить на клеевый пистолет теперь клеим ручку наносим клей здесь и здесь прикрепляем к корзинке так и последний штрих приклеиваем бант вот что у нас получилось большое спасибо что вы были с нами на нашем мастер-классе надеюсь вам было очень интересно вы продолжите заниматься этим замечательным видом творчества вот вот у Продолжение следует...